Ну что, вручили, теперь ready, все официально, все зарецензировано, все запатентовано. Получается, можно будет каждую неделю выиграть после дебекарта на 3000 и потом еще айфон. То есть ваши шансы увеличиваются, можете ходить хоть каждый день. Так спиться можно. А, слушай, я помню, я же здесь срал. Вот он, ребята, легендарный туалет с душевой кабиной. Вы пивовар? Да, я. А мы поняли, что... Серьезно? Конечно. Да, это вам. Мы поняли, что пиво без водки, деньги на ветер. Спасибо. Вот, сейчас идет процесс запирания. Я пиво не пил с декабря, ребята, с декабря прошлого года. И ready, то, что мы сейчас сварим, это будет реально качественное, идеальное качественное пиво. Выпуск у нас этот начинается с очень радостной новости. По крайней мере, для меня ярпатент. Есть такое бюро, что я подавал год назад. Рыгий товарный знак зарегистрировать. И мне сейчас позвонили, сказали, что можно прийти его погутить. Целый год ждал. Да, вы что? Да. Увожено в рамке. Смотрите, да, это мы делаем свидетельство вот такое красивое, чтобы вы, надеюсь, у вас есть офис, да? Легче повесили, чтобы так было. Я тоже надеюсь, что так было. Надеюсь, что есть. Да, красиво. Это вот у нас оригинал. Угу. Оригинал свидетельства. Поверенное передано вам. Челова Дмитрию Сергеевичу. Здесь ваша подпись. Это у нас акты на услуги, которые вы оплатили. Ребята, чтобы оформить, это год ожидания и 62 600 рублей. Ну что, вручили, теперь ready, все официально, все зарецензировано, все запатентовано. Теперь товары ready, вот такие, можем производить только мы с Нанюхой. Ну и там еще у меня есть лицензия на алкоголь на крепкий и на пивко. Так же, ребята, Серега с вами, чем, который с канала Поймай Акулу, привез меня, чтобы на таксите не тратится. Виномаркет, виноград. Почему виноград? Потому что здесь продаются 100 грамм мойки. А что мы потом, почему? А потому что мы с Нанюхой летим на съемки в Москву, на СТС. И поэтому летать мы боимся, нужно купить 100 грамм улечки. Потому что 100 грамм улечки я искал, искал везде, а их практически нигде нет. Ну вот виноградик точно есть. В винотеке был, в винотеке нету в 100 грамм улечках. Здрасте. 100 грамм улечки есть у вас? Да. А, вот они. Вот куканьяк. Вот куканьяк. Не знаю, вот куканьяк и всего побольше. Вот, абсолют, давайте. Это 005 будет. Ну ничего страшного. Да. Я смотрю, у вас коньяк тоже не 100 грамм улечки. Сколько у вас штук? Дверь. Все, что ли? Есть еще белуга. Давайте еще белуга туда. Тоже дверь. Да. Ну что еще? Не знаю, Станюха, может побаловаться. Давайте гондонов еще пачку. Антиполицай, чтоб не пахло. Хочу вас здесь... Да я шучу, не надо. Давайте бихеровочки. Парочку. Габану возьмите. Тоже выдержанный ром. Ну была, был бы семерка. Кстати, ром слабит, знаете. Да? Да. Я, бывает, ром выпью, а потом с толчка не могу слезть. Спасибо за информацию. Пожалуйста. Вдруг на свидание соберетесь и ром перебьете. Сколько там получилось? Там получилось 8 бутылочек. Это 8 на... Давайте Джеймисон. Давайте Джеймисон, но... А этого, а Конора Макгрегора Вицак еще нет? Нет. Ну и правильно. А для нашего канала... Да, ребята, для канала «Поймай акулу» вот есть. И вина давайте. Вина нам. Мы обычно, когда пока едем на такси самолет... У нас сейчас новая линейка чилийского вина. Вино премиум класса. Вот, допустим, это резерва, сорт винограда «Серан». Нет, мы пьем белое сухое. Белое сухое... О, а что вам такое? Недорогое, да? Это эксклюзивная линейка, специально только для виноградов. Ее нет нигде. Да? Только у вас. Да. Парочку. Так, а сколько у вас вообще сей насчитывает магазина? Что-то около 40. И на правом и на левом берегу, да, есть? Да, и на правом, и на левом. А, нет, давайте еще бутылку лодки на сегодня. Вот, финки, давайте. Давайте. Ладно, парочку. Уговорили парочку. Приходите к нам в ноябре. У нас в ноябре будет грандиозная акция. Прям грандиозная? Да. Будет очень много призов, будет разыгрываться айфон. XS новый? Да, новый XS. А за что айфон? Нужно будет набрать на 600 рублей, и вы автоматически будете участвовать в акции. Да вы что, это что можно на 100 рублей его взять? Так что угодно, это не такая большая... А вот, две бутылки беленьких взял, получается 598, и ты уже в акции не участвуешь. А вот, две бутылки беленьких и ханкуль, все, и ты уже в акции, да? Да. И все, и XS твой. И беленький нажрался с ханкулем. Не говорится. И XS. А сколько радости, да? Да. Каждую неделю будет разыгрываться три сертификата на 3000. Каждый по 3000? Да, каждый по 3000. Это тоже для тех, кто купил по 600 рублей, да? Это тоже для тех, кто купил на 600 рублей. Результаты будут на каждом магазине, и плюс еще можно посмотреть ВКонтакте. В группе ВКонтакте? Да. Давайте ссылочку оставим на группу ВКонтакте, да? Конечно. Да, ссылочка в описании. А вы мне тогда одну финку бесплатно за эту. У вас наша карта есть? Нет, к сожалению. Давайте оформим. Давайте. Карта стоит 30 рублей. Она скидочная и накопительная. То есть изначально там скидка 2%. От покупки на 5000 скидка будет 3%, от покупки на 10000 скидка будет 3%. Ну, в смысле, когда накапливается? Да. Она накапливается. Понятно. Давайте я помогу вам, за вас запомню, чтобы это все было быстрее. Фамилия? Шилов. И, кстати, в ноябре карты мы будем выдавать бесплатно также. Да? Да. И здесь не обязательно нужно будет покупать на 600 рублей, просто каждому покупателю подарок. А iPhone какого числа будет разыгран? 3 декабря. Какого года? Ну, естественно, 2018. Понятно. Получается, можно будет каждую неделю выиграть по сертификату на 3000? Да, да. И потом еще iPhone через месяц. То есть ваши шансы увеличиваются, можете ходить хоть каждый день. Так спиться можно. Ну, все. Ну, все, вот, Серый. Я счастливый обладатель винограда. Что раньше, представляешь, просто так пили, деньги только тратили. А сейчас, получается, будем пить, будем накапливаться. Еще на 3000 сетевиках каждую неделю и iPhone выиграем. Это вы мне сейчас дали бы сколько купонов в ноябре? За каждые 600 рублей? Да. Или за один чек дается купон туда? Вы берете Финляндию, да? Да. 599 рублей. То есть нужно будет еще какой-то маленький или пакет. То есть и вы на каждой будете чек поделать? Да, и я на каждую буду вам давать чек. И купон? Да, и купон. Круто. Ребята, приходите в виноград. Привез я Серегу на пивоварню. Мне на день рождения команда Рэдди подарили экскурсию на вот эту пивоварню. Пивоварня Рогожек. А еще у них есть вот магазин «Ценитель пива». Тоже это сеть магазинов по всему городу. Ой, у них запах, чувствуешь? Здрасте. Сейчас мы увидим с тобой, как это все пиво варится. Пивовар Рогозец. Рогожек, Рогожек. А, слушай, я помню. Я же здесь срал как-то. Бля, позови ее, а. Иди скажи, чтобы открыла, пожалуйста, Михалыч. Скажи, я уже не могу. Улыбнитесь. Спасибо большое. Да. Куда идти? А вам? Вот кому-нибудь. Да он в туалет посрать хочет. Нет, да, да. Куда, где? Пойдем, пойдем. В кабинет, что ли? Вот. Вот, офига. Улыбнитесь тоже можно. Фу, блядь, ребята. Так езди по пивоварням, нахуй, пробуй, блядь. Обосраться можно, нахуй. Живое пиво везде, блядь. Здрасте. Здравствуйте. Дмитрий. Алексей. Вы пивовар? Да, это я. А мы поняли, что... Серьезно? Конечно. Да, это вам. Мы поняли, что пиво без водки, деньги на вечер. Спасибо. Вас сегодня пришел провести я. А что, откуда вы узнали, что это именно мы? Вы нас знаете, что ли? Ну, вас я лично знаю, конечно же. Откуда? Викчай, безвестки. Да? Викчай, безвестки. За то вкусное пиво и из-за туалета, иначе бы... Куда бежать, я не знаю. Ого. Вот это, да. Как это? Отноатомном заводе на каком-то. Так, вопрос такой, что знаете о пиве? Как его производят? Из чего производят? Знаем, что его пьют с рыбой. Ну, хмель и солод. А, у нас сейчас водка пьют. А ты, Серж, что знаешь? Ну, тоже знаю, что солод, хмель, сахар, добавляют. Ну, вообще, я не дополню, читать о пиве. Нужно быть всего лишь три глиняка. Воза, солод и хмель. Хмель, это гранулирован, он уже переработан. То есть... Пожалуйста, попробуй. Лишь и солод, солод, он вкуснее. Давайте солод и воды запить. Солод сладенький? Да, водички налить. Зачем мы хмель сживали? Слушай, что вы попили, что я думаю? Солод, а сейчас хмель сболтает, и вот и пиво получится. О, все, вот это пиво. Нет, еще дрожжи. Свежак. У нас, как бы, такая стратегия, что мы пиво делаем только из натурального, как бы, сырья. Мы не добавляем, как бы, сказали, что тут сахар добавляется, там, еще какие-то ингредиенты. Несоложенные материалы мы не добавляем. Значит, все начинается, как бы, с солода. Солод сначала дробят, дальше добавляют в котел, добавляют туда воду. И начинается процесс, сначала, так называемые, температурные паузы. Друзья, я перебью, знаешь, закон двух сообщающихся сосудов? Конечно. В одном сосуд, в другом нет. Такой закон еще не знаю. Здесь температурные паузы выдержали, перекачались сюда, здесь происходит фильтрация. Отфильтровали, получилось вот дрожжи. Только, как вы делаете, инфузия? Да, да. Получилась дробина, дробина у нас, ну, ее забирают фермеры, кормят скотину, она же, как бы, все равно сладкая, и она растет, как на дрожжах. Затем, отфильтрованное, как бы, пиво перекачивают сюда, и начинается, так, обратно, процесс варки, да. То есть, получается, перегнали сюда, дробину убрали, а этот помыли в это время? Да, да, естественно. И обратно перегнали, да? Да. То есть, получается, уже, как бы, сусло сладкое. Ага. И сюда уже добавляют хмель, то есть, происходит, как бы, процесс охмеления. И это уже с хмелем называется сусло. Сусло перекачивают вот в эти танки, по большому счету, но раньше были в ванной, открытые. Даже по этому поводу есть такой анекдот, ну, как бы, в Чехии. Приходят работники пирзавода к жене, говорят, ваш муж утонул в ванне спил. А говорят, ну, как, говорит, не сильно, он, говорит, там, мучился. Да нет, говорит, еще три раза пассать выбегал. Чего точно такое? Это Вирпул, с него перекачивается сюда, раскручивается, и хмель и так далее, оно все остается, как бы, на дне. А, все эти, вот, чепуха это вся, да? Да, все остается, а потом это уже охлаждают и перекачивают, ну, как бы, в танки. Здесь начинается процесс брожения. Ну, в принципе, здесь все видно. А дрожжи, он написан, добавляют? Да, да. А ты говоришь, только из трех делается, вода, красота. Да, потому что в 516 году никто не знал о дрожжах. А сейчас все варят так, и чехи, и немцы, сейчас все во всем мире так с дрожжами варят, да? Да, только они, так как у них есть дрожжевые заводы, у них, как бы, дрожжи, все, как бы, сырые. Мы даже сами из Чехии привозили, как бы, ну, сумки такие есть, да, накладываешь туда льда, и мы привозили, пробовали. Но это очень, как бы, получается затратно. Поэтому, как бы, сейчас делают, как бы, дрожжи сухие, ну, они, у каждого дрожжя есть свой штамп. А дрожжи чего производствуют? Это в Франции, там, Чехии есть, ну, как бы... Ну, то есть, не русские, не на которых бабушки тесто заводят? Нет. А самогонку можно на этих дрожжах поставить? Ну, не самогонку, а браку. Ну, браку, да. Ну, конечно, это же та же самая браку. Я был в Прибалтике, там, вот, прямо на заводе стоит, как бы, самогонный аппарат. Ну, стоит достаточно дорого, то есть, только там, ну, пятый, там, полторы-две тысячи рублей стоит. Ну, он, как бы, хендмейт получается. И по всех их фирменных магазинах все это, что вам мешает? Лицензии, у нас, как бы, законодательство запрещает. А, рептопользование. Здесь, значит, происходит первичное бражение, оно длится 7 дней. 7 дней, да. 7 дней, но это для стандарта. Но вообще оно может, если чем пиво плотнее, тем, как бы, больше идет процесс. Потом идет процесс дображивания, и уже затем перекачивается в бочек. Дображивание сколько? 30 дней, да? А, нет. Ну, 30, да? До 30 дней все может доходить. Значит, бочки, это кеги? Это кеги, да. Это схема просто, ну, старая. И уже потом она поступает в бар. В принципе, ничего, с тех времен, как бы, ничего не поменялось. Сложно ничего нет. А это крафтовые сорта, это мы выпускаем, как бы, это вот на Октоберфест мы выпускаем. Вот такой вот, сейчас Октоберфест закончился, но это, как бы, старый. Это Аппа, это смоки было, копченое пиво. Это крапива, ну, новый сорт у нас. На крапиве варили? Нет, это красноярское пиво. Вот здесь, как бы, наш мозг. Все начинается сначала с весов. То есть, варка пива, это строго регламентированный, все равно, как бы, процесс. То есть, любой ингредиент идет по весу. Нет, я хотел про сырье, так и просто. То есть, вот это вот все солод получается? Вот экстраферия. Отчего производства солод у вас? Это Австрия. Австрия, вот этот. Это был солод, это из чего делается Хобру, Блиндорхов, это белорусский солод. Ну, то есть, в основном это Австрия, Германия, Белоруссия. Ну, понятно, что они, получается, взвесили здесь? Взвесили солод, солод. Дальше они его дробят. Дробилки, да? Дробили. Додробили. Все, пошли, пошли. То есть, это вот эти вот два танка, которые там были нарисованы, да? Это заторно-сухловарочный потелок. Как? Заторно-сухловарочный потелок. Ага. ЦСКА. Это фильтр. Вот, сейчас идет процесс запирания. Вот. То есть, мы добавили воду и идет подъем температуры. Это самый первый этап, да? Да, сейчас самый идет первый этап. Сколько это, что говорится? Где-то до полутора часов, может, первый этап проходить. Все прошло нормально и сухла можно перекачивать в ЖСК. Это сито? Сито через него будут идти фильтрации. Ага. А там вода тоже уже есть, да? Вода, это нагрев идет, чтобы лучше фильтрация шла. Ага. Нагрев электрический, да? Нагрев. Пар. Сито находится вот на таком расстоянии, ну где-то примерно. Ага. Оно фильтруется и пиво, ну, проходит через вот этот вот, ну, то есть, смотрим, насколько оно хорошо отфильтровалось. Как только идет прозрачная жидкость, мы начинаем перекачивать. Обратно, да. То-то-то тоже помытый. И там начинается процесс кипения, он идет где-то часа-полтора. Да, еще полтора часа. И в это время добавляется хмель вот через этот бачок. Куда он засыпается. Через расширительный? Это не расширительный, это бачок, чтобы его не оттопся. Сюда засыпается хмель, подается сусло, и сусло его выбывает за обратно. Это сусло, то, что там в баке, да? Да, это и подается дальше все. Вот, натворились, перекачивают вот сюда вирку. Уже все, солод, вода, хмель. Да, вот вирку ты спрашивал. Как? Вирку. А, вирку. То есть, вот сюда подается пиво, оно уже откручивается, и остатки хмеля, солода, все оседают на дне. Ну, затем идет процесс вот охлаждения, все пивовар охлаждает это вот пиво. А пиво это теперь еще идет, сусло-то. Вот этот охладитель. Да, ну вот я говорю, что вот она идет через охлаждение. Вот здесь охлаждается. Идет вода, вот сусло. Она. А вода вообще, самое главное же, это вода пиви? Вода приносит, как бы, свой вкус. Так, а вы откуда воду берете? Ну, это наша, буквально, гисельская вода. Водопроводная. Да, водопроводная. У нас вода, в Красноярске, она из лучших, как бы, в России. У нас можно из-под страны пить воду. Соответственно, идет первый фильтр, очищает, вот, окалины, ну, от различных механических, как бы, примесей. Дальше стоят две колонны уголь и кварцевые пусты, которые органолитки получают, убирают хлор из воды. А это стоит у нас фиолетовая лампа в конце уже. То есть, все, вода обеззараживается. А это резервуар с водой. А можно эту воду попробовать чистую? Да, сейчас. Вот это вот чистая вода, да? Да. Если честно, я воду не покупаю. Привожу к киллитровке, домой набираю воду. На даче, домой, да? Зарулем, Алексей? Да, брат. Вода не предлагает. Повечу, разрулю. А я не зарул. Ну, надо просто попробовать запить эту воду. Я ни разу такую воду не запирал, очищенная. Как ей хорошо запивается. Ну, пойдемте дальше. С водой разобрали их. Получается, вот по этим шлангам, да? По этим шлангам, вот от того пивовара, где он охлаждал его. Ну, сейчас приходит сюда. Дальше, как бы, кран закрывается, начинает процесс дображивания. Во время дображивания пиво приобретает как раз вот свой вкус. У меня вот такой кеговый насос, кстати, был. В кеге-то забрали? В кеге-то надолго прохладный отсос? У меня доказывают такую услугу, как бы, летом. Дает ему аренда. Просто, как бы, берут с собой на природу кегу. То есть, можно к вам сюда приехать, взять кегу, там, не обязательно же полтинник, можно взять 20-х или 30-х. И сколько стоит аренда насоса? Сколько, залог оставляется, просто, чтобы его повернули. И за кегу, и за насос, да? Кто надолго едет, и на больших машинах, у нас собрана система с газовым баллоном, с охладителем. А, или когда в жару, вообще в самую жару. Пиво-то хочется очень сильно, давайте пробовать. Салик светлая. Вы сейчас кружку охлаждаете, да? Пиво промывает, она полурирует. А вы пивовар, да? Как вас зовут? Сергей. Сергей? Пивовар Сергей Таранов? Ого, Серый, иди сюда. Спасибо, Дяру. Я пиво не пил с декабря, ребята, с декабря прошлого года. Ого, дябан. Так, это сейчас все. Салик и по 4,5 плотность. 4 алкоголя. Нет, это знаешь, как называется, да? Сок мультифрукт. Ну да, пахнет тропическими как бы фруктами, это здесь не используем для сухого охмеления. О, оно прям вообще горькое, горькое. И вкус, как будто в Таиланде эти, на фруктовый рынок пришел. Не, ну такого пива много не выпьешь. А вообще самое плотное у вас копило? Самое плотное ипо. Вот это, которое мы сейчас купили, да? Ну что, Алексей, за вас завод. Реально у вас это, прямо видно, что частота на производстве вот в чепчиках все, кроме вас. Двоих. И пиво соответствующее. И вообще, оборудование, конечно, впечатляет. Все новое, все чистенько, красиво. И пиво просто бомбическое. Самичка, будто на завод попал. На свой. А вам сейчас давай, Алексей, спрашивай. Слушай, а вам, вас мастера не нужны? Я так и знаю всю кухню, тут металл варить. Будет новый ипо со вкусом металла. Со вкусом золота. Можно, кстати, попробовать. Если есть какие-то идеи, можно смотреть сорт, осертифицировать и выпустить в продажу. Серьезно? Конечно. Слушай, а так я только сегодня забрал этот патент. И у меня как раз есть этот номер лицензии на пиво и на алкоголь. То есть он в 35 классе зарегистрировал? Ну я один с класса закончил, но сертификат в 35 классе зарегистрировал. Рецептуру кто будет разрабатывать? Пивовара разработывает рецептуру, мы у тебя ее утвердим, если она тебе понравится. О, давай по-другому сделаем. Давай откроем голосование. Скажи люди, как вы сами скажете. Да, нет, нет, давай сейчас ты расскажешь про каждый сорт. Сколько оно будет, плотность, сколько градусов. А мы откроем голосование у меня в группе. Ссылочка на группу, мы в описании, на голосование, на кос. Давай, это первое, как называется? Ну он называется Доппельбок. Доппельбок, все. Сколько у него? Дюппельбок. Дюппельбок, сколько у него этих? У него где-то 16-18. Плотность? Плотность, это очень плотный. И сколько раз? Алкоголя у него где-то будет под 8,5. Еще? Давай три варианта сделаем. Можно сварить как бы портер. Портер. Да, это будет темное как бы пиво. Плотность. Для настоящих как бы мужиков. У него оно тоже как бы плотное, где-то около 14. Плотность у него. Алкоголя будет около 5,5-6. Ну еще можно овсяный стаут, ну как идея. Там что? Овсяный стаут, плотность 13. Алкоголя где-то 5,5. Ну и давай классику, четвертую зарядим. Просто лагерное пиво легенькое. Ну как легенькое, ну в смысле с плотностью маленькое. Ну лагер 12. То есть плотность. Да, плотность. Алкоголя 4,5, где-то 5. Все, ребят, 4 сорта пива. Вот вам на выбор выбирайте, какое будет пиво рэдди. Думаю, что первый вариант, да? Потом еще варианты будем варить. Здесь же можно играться получается? Ну конечно. И по пункту варим. Дабл и бру. А я знаю всегда как бы. Пупу. Трипл. Трипл мы варить не будем. Трипл мы ловить не будем. Ребята, опять возвращаемся. Мы в Санитиль пива. Ксир, расскажи, где можно купить ваше вот это пиво все вкусное? Ну у нас как бы 14 магазинов вместе с этим по городу. Будет скоро... Именно у Санитиль пива, да? Да. Это в других сетях есть ваше пиво? Есть. Тоже существует, да? Да. В ресторанах Грейм Шарки есть. Есть Королей Капуста. Ну вот здесь запах, конечно, вообще сумасшедший. Это вот охмеление. Да? Да, это хмелем пахнет. Я думаю, что у меня охмеление какое-то насадило. А, и что у вас тут рыбка, да, в каждом магазине? Ой, как... Сейчас походу я опять растолстею. Еще вот это все пиво есть, да? А, вот этих по два крана каждого, потому что они пользуются популярностью. Самые популярные. Да. Три сорта, да? В очередь долго не стояло. Можно позвонить телефону, ну, в магазин рядом. Заказать пиво и к вашему приеду мы уже будем готовы. А, заказать сюда. В каждом магазине. А телефон один и тот же? Нет. Телефоны в каждом магазине разные. Тут есть визитка. В группе ВКонтакте-то все есть? Да. Все адреса. Ссылка на группу ВКонтакте-то тоже в описании. Плюс у нас есть, как бы, очень выгодные, как бы, акции для людей. В понедельник акция у нас самый лучший день. То есть скидка 33%. То есть каждый третий литр. На все? Или только на пиво? На саль. На пиво. Или на рыбу? Нет. На рыбу у нас цены, как бы, недорогие. А на пиво здесь каждый, как бы, третий литр бесплатно идет. Во вторник у нас на каждый второй литр 50% скидка. В среду третий не лишний. То есть при покупке трех литр, причем разного пива, действует специальная цена, там, процентов 15. Выгода будет. Ну, в воскресенье на весь салик, там, он, то есть пиво стоит, там, 189, 169, 219. Цена 154 рубля. Слушай, ну, сейчас вот люди посмотрят на пиво, скажут, что ни хуя у вас цены. Ну, как бы, за качество, за нашу, нашу труд, ну, вот, а не платить, естественно. Никуда от этого не принес. Не, ну, это реально качественное пиво. И рэдди, то, что мы сейчас сварим, это будет реально качественное рэдди. Реально качественное пиво. А мы сейчас, когда, ну, выберут, ребята, какой этот, какой сорт, мы же все покажем, да, как это, как, ну, там, рецептуру расскажешь, да, ты? Как. Покажем, как пиво прямо на весах взвешивали, из какого солода оно варится, сколько хмеля добавляли, да? Сначала оно должно еще приехать, ну, понятно. Все, ребята, еще раз говорю, ссылка на голосование в описании, выбирайте. А, кстати, расскажи, экскурсия каждый четверг, да? Каждый четверг и сколько стоит. Семьсот рублей. То есть нам нечего скрывать. Как экскурсия называется? Экскурсия называется «Нам нечего скрывать». Гид рассказывает об истории производства, то есть точно так же мы обходим все абсолютное производство, пробуем пиво, любое, там, какое люди захотят. И люди получают презенты, как бы, пивоварня, кружки, пиво, декорационный набор. За сколько нужно заказывать экскурсию времени? За неделю. То есть очень много, как бы, жен делают аналогичных подарков, такие же, как мужья, супруга. Да, на 23 февраля. Но мне не супруга, мне вся команда сделала, вроде. Семьсот рублей скинулись, по сто рублей каждый. Пятьдесят. Ну что, Женечка, налей что-нибудь запить мне? Какого-нибудь крапиву, во, крапива, что-то так, крапива, крапива, название такое, оно прям выделяет, что-то черно-белое. Жалко было на этикетку денег или что? Вы распечатали на черно-белом принтере? Просто такой минималистический стиль. Да ладно, скажи так, в этом, в размножении, в бесконечном печатали, да и все. Тост. За вашу пивоварню. За ваше наискотейшее пиво. Ну и за пиво Рэдди, чтобы оно получилось на славу. За славу. Да, за судьбу. Ну все, спасибо за экскурсию. Голосуйте, еще раз говорю, голосуйте. В нашей группе ВКонтакте ссылка на голосование в описании. Голосуйте, какое пиво будем варить. Пиво Рэдди будет вариться на самой качественной пивоварне в России. Самая качественная пивоварня Рогозец будет варить пиво Рэдди. Вот так, ребята. Все, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова